Майк Тайсон понял суть вещей и стал просветленным. Да, ты говоришь про 5-метоксид-диметил-триптаминя. Да, ты меня понял. В общем, это поменяло меня навсегда. Я смотрел на людей совсем иначе. Стинг туда же, Джим Кэрри, знаменитый бодибилдер Дориан Йейтс и даже Виктория Боня. Все эти люди, благодаря психоделикам, осознали трансцендентность реальности, стали просветленными и избавились от эго, которое мешало им жить. Бу-бу-бу, зю-зю-зю. Набор каких-то умных слов, значения которых люди, произносящие их, едва ли сами понимают. Микродозирование психоделиками, грибами, мухоморами, марками и прочим, ретрит и просветление. Прохождение через опыт смерти благодаря диметил-триптамину и освобождение от гнета собственного эго. Ох и каша, я вам скажу, друзья мои. Правды в ней очень мало. Сегодня в этом видео вы узнаете, что такое психоделики. Способны ли они на самом деле дарить просветление и понимание того, что есть реальность. Вы узнаете, что человек видит благодаря психоделикам галлюцинации или это информации из параллельных миров. Друзья, вы на канале Нулевой Пациент. С вас обязательно подписка, лайк, комментарий и просмотр до конца. Ведь если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству. Вперед, друзья. Дальше все самое интересное. Ха, этот тип уже раз принял психоделики. Так появился я и диагноз. Психоделики – это группа психоактивных веществ, органических и синтетических, способных влиять на восприятие реальности человеком, если их принять внутрь. Основное количество этих веществ в большинстве стран мира входят в список либо наркотических веществ, либо запрещенных. Там психоделики соседствуют, например, с опиатами, в том числе и героинам. Хотя и не имеют с ними ничего общего. Причина, по которой психоделики поместили рядом с опиатами, мне неизвестно и непонятно. Хотя я и не очень хорошо к ним отношусь. Психоделики, как и все, что поступает к нам в кровь, это прежде всего молекула. А разные молекулы по-разному воспринимает наш мозг. И в этом главный секрет психоделиков. При попадании в организм разными способами, вплоть до слизывания, выделений со спины определенной породы жаб, молекулы, содержащиеся в психоделиках, вызывают высвобождение различных гормонов и активность различных отделов мозга. Среди этих гормонов и участков мозга есть и те, что делают нас более счастливыми или влюбленными, сосредоточенными или трогательными. Славный дядька. Каждый раз, когда вижу это видео, хочется его обнять. Дожились? Ты уже мужиков обнимать собрался? Когда мы займемся нашей личной жизнью? Работа, работа, работа. Девчонки, пишите мне. Я свободен. Так уж вышло, что многие психоделики, их действующее вещество, очень напоминают и почти не отличаются от молекул серотонина, мелатонина и трептофана, базовой аминокислоты, которой в человеческом организме полно, и нейромедиаторов, напрямую влияющих на наши эмоции. Один ученый сказал, что прием психоделиков за 30 минут делает то, что антидепрессанты и психотерапия делают за месяц. Хорошо, пусть будет так. Однако никто эффект от антидепрессантов и психотерапии просветлением и опытом общения с потусторонним миром не называет. Процесс переживания измененного состояния сознания, вызванного психоделиками, называется трипом. От английского путешествия или поездка. При приеме различных психоактивных веществ, галлюцинации, слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные и даже тактильные, настолько яркие и интенсивные, что порой можно поверить, что ты оказался сознанием в некой иной реальности, которая пытается тебе что-то сказать. Особенно, когда это сопровождается мощнейшим выбросом гормонов, влияющих на настроение. Петя, не принимай больше ничего. Появится еще один такой, как я. Как мы его прокормим? Я не считаю, что психоделический трип и галлюцинации это не некий иной мир, а то, что происходит, происходит лишь в человеческой голове. И вот почему. Под воздействием, например, ЛСД, человеческий разум практически кипит своей активностью. Особенно зрительная кора, обрабатывающая зрительную информацию. Человеческий мозг в это мгновение получает огромное количество непонятно откуда возникающей избыточной электронной активности, то есть информации извне. Однако профессиональный психонавт так называют людей, любящих познавать истину через психоделический опыт, трепует с закрытыми глазами. То есть этой активности информации извне просто неоткуда браться. Однако зрительная кора просто-таки горит, получая все больше и больше изображений. Важно понять, откуда эта информация приходит и зачем. Те, кто озаботились этими вопросами и прошли через подобный опыт и породили теорию о трансцендентном опыте в неких иных мирах, откуда приходит информация, просветляющая человека. Тимоти Лири, Теренс Маккена, Рик Страсман, Джо Роган и очень-очень многие другие умные и известные люди создали тот интерес и понимание психоделиков, которые человечество имеет сейчас. Так как молекула, схожая во многих психоделиках, подобная серотонину, гормону счастья, оказывает такой же эффект, как антидепрессанты, только значительно быстрее. Многие ринулись проходить через психоделический опыт и после позитивного воздействия на мозг рассказали всем о просветлении, и я почти не имею ничего против этого. Но, и еще раз но, давайте возьмем пример с водкой. Один человек пьет и превращается в кретина, второй пьет и превращается в философа. Как говорил Хемингуэй, пиши пьяным, редактируй трезвым. Я, как писатель, с ним согласен. Есть в состоянии опьянения такой момент, когда я готов написать свое лучшее произведение и главное, если я попробую, у меня получится. То есть, суть в водке или в личности, которая ее пьет. Жаль, что очень многие не понимают, что с психоделиками так же. Психоделики просветляют лишь уже просветленных людей, готовых к этому опыту. Если человек дурачок, то он всего лишь посмотрит мультики, обожравшись кислоты. Именно это разочаровывает в психоделиках больше всего. Если вы личность, которая много уже поняла и узнала, если вы обладаете высоким уровнем эмпатии, вполне возможно, что нового вы ничего благодаря им не узнаете. Ой, сколько у тебя подписчик симпатичных. Сейчас я им с фоткой отправлю моего большого, здорового, красивого. Слышишь, что ты там фотографируешь и им отправлять собрался? Ты что, с ума сошел? Кролика. Я имел в виду, что я сфотографирую им красивого и чудесного моего кролика. А ты что подумал, порочная ты морда? Ничего я не подумал. Просто спросил. Я считаю, что психоактивные органические вещества – это будущее психофармакологии. Однако речь идет о дозировке, испытаниях и легальном статусе. Современная психофармакология погубила много жизней, и молекулы, содержащиеся в психоделиках, выход для многих в очень тяжелых ситуациях. Я бы даже сказал, это прорыв в позитивном смысле, и над этим нужно работать. Что ты говоришь, Анакентий? Ага, ага. Теша сказал, что когда вы не подписываетесь на канал и не досматриваете видео до конца, вы разбиваете ему его сердечко. Не разбивайте наше сердечко. Подпишитесь, пожалуйста. Ваше эго – это тот самый мысленный шум и внутренний диалог, который вы не можете остановить. Например, во время медитации или перед сном. Вот так этот мысленный шум, ваше эго выглядит внутри вашего мозга. Ваши мысли и привязанности – это огоньки, энергии, электричество, снующие по нейронным связям. Электросудорожная терапия – это та самая страшная штука, которую показывают во многих фильмах, где жуткие страшные сотрудники сумасшедших домов наказывают таким образом беспокойных больных. Вы должны знать, что электросудорожная терапия – последний край, который используется в психиатрии, когда ничего уже не помогает больному. Как она работает на самом деле – это самая электросудорожная терапия. Берем старую энергию, выгоняем и загоняем новую, свежую. Как работают психоделики? Меняют электронную активность мозга, выгоняют старую энергию, ваше некое старое эго, шум мысленный, и загоняют новую, чистую, свежую энергию. Благодаря ЛСД 100 человек из 100 избавляется от алкоголизма. Как? Точно так же, как при электросудорожной терапии. Электрическая активность, которая происходит в мозге во время ЛСД-трипа, выгоняет старую энергию со старыми привязками и зависимостями и загоняет новую, свежую. Так появляются разговоры о том, что мое эго исчезло после ретрита Айаваски. Вердикт психоделикам такой. Они не просветляют и не дарят просветление, но они делают умного человека, просветленного, лучше, если тот ищет ответы на вопросы. Пустой человек, в котором нет наполненности, ничего не найдет, потому что он ничего не ищет. Увы, я никак не могу найти англоязычное видео, где энцефалограмма буддистского, пребывающего в глубокой медитации монаха, была такой же, как и у человека, принявшего психоделический напиток перуанских шаманов Айаваска, который богат диметилтрептамином. То есть, существует способ без всяких веществ и зне переживать то, что человек переживает под психоделиками. Если так, то зачем платить больше? Итоги конкурса, который был у нас в ролике «Самый страшный секрет снов». Победил комментарий. Если во сне пойдете в туалет, просыпайтесь. Это ловушка. Ну, совсем уж сон. Это просто такая шутка. Но правило есть правило. Он набрал больше всего лайков, поэтому человек под ником N.A. Обязательно напишите мне по всем тем координатам и ссылкам, которые есть в описании под этим видео, в личку. И я с вами свяжусь. Вы со мной свяжетесь. И я отправлю вам книжку. Друзья, не забываем покупать все мои книги. И те, кто хочет это сделать, я все книги без исключения подписываю. Все мои книги идут с автографами. Те, которые куплены у меня через мой YouTube-канал. А для того, чтобы купить, просто пишите мне по всем ссылкам и по всем координатам, которые будут внизу под этим видео. Друзья мои, всех вас люблю, обнимаю. Всего вам хорошего. И помните, друзья мои, конечно же, помните, грядут перемены, они уже совсем близко.